Сейчас мы обратимся к третьей сессии «Закладывание основания». Название послания «Через покаяние к вере». Сначала я хочу сказать, что нет иного пути к вере, нежели чем через покаяние. Любой путь, который обещает вас привести туда, является обманом. Истинная вера невозможна без покаяния. Теперь я продолжу. Сегодня мы говорим о доктринальных основах. Мы рассмотрели личное основание, которое есть Иисус Христос. Но Новый Завет также открывает нам, что есть и доктринальное основание. Это откровение ускользнуло от внимания миллионов христиан. Но очень ясно констатировано в послании к евреям, 6 главе, с 1 по 3 стихи. Мы обратимся к этим стихам сейчас и посмотрим, что сказано в послании к евреям, 6 главе, с 1 по 3 стихи. Там сказано, посему оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания и обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Здесь две мысли, которые нужно скомбинировать. Центральная, первичная в том, чтобы заложить основание. Если не залить фундамент, невозможно построить здание. Но как только вы заложили основание, не переделывайте его, но перейдите к основному зданию. Это две сочетающиеся мысли. Но в 6 главе «Евреям» в 1 стихе написано о конкретном основании. Речь идет о доктринальном основании христианской веры. Перечислены 6 доктрин, которые я повторю. Первое — это покаяние в мертвых делах. Второе — это вера в Бога. Третье — это доктрина о крещениях во множественном числе. Четвертое — это возложение рук. Пятое — это воскрешение мертвых. Шестая — это вечный суд. Если вы проследуете по ним, то заметите, что они берут начало от истоков христианской веры и идут к окончательному осуществлению и вечности. Очень важно видеть, что христианская вера не заканчивается со временем. Она не завершается в этом мире или жизни. Она приводит нас за пределы этого мира, пределы времени в вечность. Я боюсь, что многие христиане сегодня едва ли имеют какое-то представление о вечности как таковой. Они ведут себя, как будто все, что имеет значение, случится в рамках лишь времени. На самом деле Павел сказал, что если лишь в этой жизни мы верим во Христа, то мы самые ничтожные из всех людей и самые жалкие. Если у вас нет видения, выходящего за пределы времени в вечность, то ваше состояние жалкое. И вы переживете много разочарований, потому что время — это осуществление, а осуществление приходит в вечность. Все эти шесть доктрин проводят нас от самого начала, которым является покаяние, до самого воскресения и суда. Теперь я хочу поговорить с вами о первой доктрине основания. Это покаяние от мертвых дел. Но прежде всего хочу указать на одну замечательную вещь. В третьем стихе шестой главы послания к евреям. Автор пишет, «И это сделаем, если Бог позволит». Мы пойдем к выполнению и осуществлению, если Бог нам позволит. Вы спросите меня, а почему Бог не позволит? Конечно же, Он хочет, чтобы мы пошли далее. Я приведу вам сейчас небольшой пример, связанный со зданием. Сегодня в любом цивилизованном городе мира, чтобы построить здание, вам необходимо иметь план и получить разрешение от властей, одобрение ими вашего плана. А затем они придут и проведут инспекцию вашего здания, этап за этапом, как вы двигались в строительстве. И первым, что они проинспектируют досконально, будет основание или фундамент. Они знают, что если основание здания ненадежно, то и все здание будет небезопасным. Если ваш фундамент не будет прочным, то вам не выдадут разрешение. Бог обращается с нами абсолютно таким же образом. Он говорит нам, что Ему нужно провести инспекцию нашего основания. Если оно не соответствует Его требованиям, то Он не даст нам разрешение продолжать. Вы можете навсегда остаться в самой элементарной стадии христианской веры, так никогда и не повзрослев, не накопив ничего, не достигнув осуществления, а все из-за того, что вы не положили верные основания. Сейчас вы видите, насколько необходимо овладеть шестью доктринами, которые составляют основания христианской веры. Сейчас мы рассмотрим первую доктрину, это обращение от мертвых дел. Прежде всего, что такое мертвые дела? Большинство переводов говорит, что эти дела или поступки ведут к смерти. Я не верю, что это точный перевод. Я верю, что мертвые дела — это все, что мы делаем без веры в Бога. Все, что делается не в вере, считается мертвым делом. Единственное, что приносит жизнь в деятельность, это вера. Вы можете быть отличным прихожанином церкви, можете давать деньги бедным, можете иметь много друзей, но если вы делаете все это не в вере, то это лишь мертвые дела. Нам нужно обратиться от всего, что делается без веры. Лишь вера дает жизнь тому, во что мы верим и что мы делаем. Это совсем не значит, что вы ведете грешный образ жизни. Вы просто не равняетесь на Бога. Причина в отсутствии веры в вашем сердце, которая дает жизнь Богу в вас. Очень важно, чтобы мы понимали, что такое покаяние. Покаяние — это не эмоция. Много раз я видел, как проповедники сеяли слово слушающим ради эмоционального отношения, чтобы потом призвать их к вере во Христа. Очень часто это ведет к разочарованию. Когда эмоции уходят, то ничего не остается после нее. Поэтому помните, что библейское понимание покаяния не является эмоцией. Оно есть решение, которое возникает не из эмоции, но из воли. Если мы можем достичь воли человека и развернуть ее, то мы видим постоянное обращение к Богу. Много из обращенных сегодня в церкви людей непостоянно, потому что их воля не была изменена. У них был эмоциональный опыт, они испытали возбуждение, возможно, они почувствовали себя чудесно на недели, месяцы или даже годы, но в итоге они не имеют того, что требуется для одобрения, из-за того, что их воля не была затронута. Всем вам известно, что есть два главных библейских языка. Греческий в Новом Завете и еврит в Ветхом Завете. Каждый из этих языков имеет особое слово для обозначения покаяния. Только если мы соединим оба языка вместе, мы сможем понять полное значение слова «покаяние». Греческое слово, на мирской язык, всегда переводится как «изменить свое решение» или «передумать». Прежде всего, покаяние — это изменение своего решения, мнение в отношении своей жизни. Если я жил для себя и для того, чтобы доставить удовольствие себе раньше, то теперь я буду угождать моему Спасителю Иисусу Христу. Это мое волевое решение. Как я сказал вам ранее, это не эмоция. Вы можете покаяться без явных или особых эмоций, но невозможно покаяться без изменения вашей воли. Давайте рассмотрим теперь еврейское слово. Оно так типично для евреев, потому что они такие приземленные людям. Еврейское слово, обозначающее покаяние, звучит как «измениться». «Измениться». Вы шли одним путем, неправильным, спиной к Богу. И вы оборачиваетесь на 180 градусов и поворачиваетесь лицом к Богу, говоря Ему, «Вот я Бог. Скажи, что мне делать, и я это сделаю». Итак, вы соединяете два слова вместе и получаете полную картину покаяния. Вера приходит лишь после покаяния. Получается, что все послание Библии заключено в следующем. Покайтесь, верьте. Есть много людей сегодня, и некоторые из них здесь. Они борются за веру. Истина заключается в том, что вы не бьетесь за веру. Вы просто никогда не встретились с состоянием покаяния. Понимаете, это первое из шести оснований доктрин. Если какое-то из этих камней оснований не на своем месте, ваше здание всегда будет шатким. Сотни людей, христиан, я консультировал за эти годы, и у них у всех были личные проблемы. И после большого опыта я пришел к выводу, что по меньшей мере половина проблем, претендующих на статус христианина, людей, или настоящих христиан, заключается в простом факте. Они никогда истинно не покаялись. Они по-настоящему никогда не изменяли своего решения или мнения. Никогда они не принимали решения и никогда не подчинялись господству Иисуса в своих жизнях. «Если я поступаю так, то что это мне даст? Если я сделаю по-другому, то что даст мне это?» Когда вы покаялись, вы думаете по-другому. Вы думаете, «Если я сделаю так, прославит ли это Господа Иисуса? А если по-другому, прославится ли Иисус?» И мы имеем множество людей, особенно, думаю, молодых, но не только, у которых двоящийся разум. Библия говорит нам, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех своих путях. У него отсутствует крепкое основание, и он не может произвести устойчивое строение. Поэтому я предлагаю вам, где бы вы ни находились, поразмышлять и спросить себя, покаялись ли вы когда-нибудь истинно, по-настоящему? Или же вы все еще имеете двоящиеся мысли? В понедельник у меня мысли угождать Иисусу. Во вторник хочу угождать себе. Видите ли, вы находитесь сейчас в худшем положении. Вам было бы лучше просто житься в миру и угождать себе, поскольку вы имеете двоящиеся мысли и раздвоенную личность. Теперь мы перейдем к природе покаяния. Есть одна притча, которую рассказал Иисус. Она яркая и совершенно иллюстрирует природу покаяния. Мы называем эту притчу «Притчи о блудном сыне». Кто-то также предложил ей название «Заботящийся отец». Я думаю, вы помните эту историю из Евангелия от Луки 15 главы. Многие ее знают. Один из сыновей, состоятельных родителей, решил получить все свое наследство от отца прямо сейчас при его жизни. Он уехал в дальнюю страну и промотал его. Он вел греховный образ жизни, и когда он растратил все свое наследство, наступил голод. Единственная работа, которую он мог получить, была связана с кормлением свиней. Помните, что он был евреем, поэтому для него эта работа была самым большим унижением. Дальше опуститься уже некуда. Я не проявляю сейчас неуважения к фермерам, разводящим свиней, не говорю худых слов о них, но фактом остается то, что для еврея свинья — это животное низкого уровня. И вот он в лохмотьях кормит свиней, голодный, мечтает о том, чтобы наполнить свой желудок рожками, которые едят свиньи. И вот что происходит. Придя же в себя, сказал, «Вам тоже нужно дойти до этой точки, и вам нужно прийти в себя». Когда я говорю о моменте истины, то имею в виду то, что вы видите себя такими, какие есть такими, какими видит вас Бог. Придя же в себя, он сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, «А я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Вы видите тут два элемента. Он встал и пошел к отцу своему. Он принял решение и повернул в другом направлении. Это и есть покаяние. Принятие решения и осуществление этого решения. Возвращение к отцу, которого он обидел, к Богу, который себя любит. Он признал, что совершил ошибку в своей жизни и не может сам управлять своей жизнью, и ему нужен он. Примет ли он его обратно? Замечательным является то, что он планировал сказать отцу, чтобы тот сделал его одним из своих наемников, но когда он пришел, отец уже его ждал. Для меня это так красиво. Именно таков наш Бог. Когда мы начинаем поворачиваться, он уже смотрит на нас и ждет нас. Отец его увидел издалека и побежал ему навстречу. Таков наш Бог. Так он встречает нас. И он поцеловал его и не позволил сказать ему те последние приготовленные слова. «Прими меня в число наемников твоих». Он приказал принести лучшую одежду, одел перстень на его палец, поставил обратно на ноги и заколол лучшего теренка. Вот так можно описать результат истинного покаяния. Слово «покаяние» обозначает именно такое принятие Бога. Я описал вам картину покаяния, поразмышляйте о ней немного. Он пришел в себя и сказал, что совершил ошибку в своей жизни, растратил все, что отец ему дал, но он принял решение развернуться и пойти обратно к отцу, чтобы сказать ему «прости». Он повернулся и пошел. Подумайте об этом. Это и есть истинное покаяние. Покаяние, выражаемое в действии. Также может быть и ложное покаяние. В современном языке мы называем его угрызением совести или раскаянием. Иуда имел такой опыт. Мы видим это в Евангелии от Матфея, 27 главе, начиная с 3 стиха. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаившись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Иуда раскаялся, но не изменился. На самом деле, я думаю, что он миновал границу, где он мог измениться. Для меня эта мысль имеет большую важность. В этой жизни люди могут миновать точку, где для них возможно измениться. Я думаю, что самый значимый момент в любой жизни — это когда Бог начинает иметь с вами дело в области покаяния. И если вы пожимаете плечами и говорите, что вам это неинтересно, и, может быть, позже вы этим займётесь, нет никакой гарантии, что Бог снова придёт к вам с этим делом. Самым решающим моментом в человеческой жизни является момент, когда Бог говорит человеку «Покайся. Я готов принять тебя обратно. Я люблю тебя. Я желаю тебя». Я рассматривал то, что видел в жизнях людей и в Библии, и пришёл к выводу, что есть одно, что сердит Бога очень сильно — презрение к Божьей благодати. Он щедро предлагает нам свою благодать, но если мы презираем её, у Него это вызывает гнев. Есть одна личность, которая относилась с презрением к Божьей благодати. Его звали Исаф. Он описан в книге «Евреям» 12 главе. Давайте взглянем на этот отрывок ненадолго. Природа Исафа встречается в таких людях, как я и вы. Нам нужно быть осторожными, чтобы природа Исафа не возобладала над нами и не заставила принимать нас решения. Вот что написано в послании к Евреям 12 главе. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Обратите внимание, что без святости никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снеть отказался от своего первородства». У нас нет никаких записей о том, что Исаф совершил прелюбодеяние, но его отношение к Богу для Бога было таким же худым, как и совершение прелюбодеяния. Каким было его отношение? За тарелку супа он пренебрег своим первородством. Какими были его права, как первородного сына? Все наследство могло перейти к нему. Но из-за того, что он был голоден и хотел есть, почувствовав запах, возбуждающий аппетит, приготовленный Иаковым похлебки. Для меня очень понятно, что он испытывал. Я жил среди арабов какое-то время. Они готовят то, что приготовил Иаков. На арабском это блюдо называется шорте-бедерас. И оно имеет наивкуснейший запах, который пронизывает весь дом. Я представляю, как Исаф возвращается с охоты, уставший, голодный. Он ощущает этот замечательный запах. И Иаков предлагает ему сделку. «Если ты продашь мне свое первородство, то я дам тебе эту похлебку». И я предполагаю, что он размышляет о том, что же ему даст сейчас его первородство, ведь он голоден. Он решает отдать то, что имеет, и взять то, что ему предлагают. Поэтому сказано, что Исаф пренебрег или презрел свое первородство. Он чрезвычайно разозлил Бога. Позже, через пророка Малахию, Бог сказал, что Иакова он возлюбил, а Исафа возненавидел. Очень важная мысль. Если мы намеренно презираем Божью благодать и наследие, данное нам через Иисуса Христа, и поворачиваемся к дешевым, временным удовольствиям этого мира, мы очень злим Богом. А затем говорится в продолжении 12 главы, «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». В греческом языке очень ясен смысл. Исаф не искал покаяния. Он искал благословения. Но он был отвергнут, так как никак не смог встать на путь покаяния. Я верю, что в этой жизни человек может миновать момент покаяния и больше никогда не будет иметь возможность туда вернуться. Я хочу убедить вас принять одну очень серьезную мысль. Далеко не все то, что было сказано сегодня во многих собраниях, динаминациях, говорит о нужде в покаянии. Но без истинного покаяния не может быть истинной вера. У вас всегда будет теплое хождение вверх и вниз. И за дня в день. Все потому, что вы не положили первый камень основания, который есть покаянием. Решение воли, чтобы отвернуться от самоугождения, и совершение своей собственной воли ради разворота лицом к Богу, возвращения к Нему, чтобы сказать Ему, что вы перед Ним, и ждете, когда Он скажет, что вам делать, и пообещать, что вы исполните. Это и есть покаяние. Сегодня здесь есть те из вас, кто никогда истинно не каялся. Я хочу навести вас на мысль о том, что это и есть источник многих ваших проблем. Хождение вверх и вниз. Один день вам хорошо, и у вас произошла замечательная встреча в церкви, а на следующее утро происходит что-то, и вы погружаетесь в негативное состояние. Дело в том, что вы никогда не закладывали правильное основание из первого камня. Все, что вы имеете, это шаткое строение, которое однажды рассыплется. Хочу обратить ваше внимание на то, что покаяние должно предшествовать вере. Нет истинной веры без покаяния. Весь Новый Завет делает особый акцент на этой мысли. Евангелие от Матфея, 3 глава. Мы читаем о служении Иоанна Крестителя. Он был послан, чтобы приготовить путь Мессии, Иисусу Христу. Каким было его послание? Одно слово. Покайтесь. Иными словами, нужно было покаяние, чтобы мог прийти Мессия. Покаяние приготовляло путь для прихода Мессии. Пока Божий народ, Израиль, не прошел по пути такого опыта, они не могли быть готовы встретить и принять Мессию. В Евангелии от Матфея, 3 главе, в 1 стихе написано, «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезиму». Как же Он приготавливал путь Господу? Он призывал Божий народ к покаянию. А покаяние — единственный путь, как мы можем приготовиться к приходу Господа в наши жизни и сердца. Затем, когда Иоанн окончил свое течение, Иисус сам явился для осуществления пророческого слова, данного через Иоанна. Он пришел, чтобы продолжить служение Евангелия. В Евангелии от Марка, 1 главе, стихах 14 и 15 сказано, «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божьего, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и веруйте. Невозможно истинно поверить, если прежде не покаялся. Первое повеление, которое когда-либо слетело с уст Иисуса, было «не веруйте, но покайтесь». Если посмотреть на конец служения Иисуса, то Его послание никогда не менялось. В 24 главе Луки, после Своего воскресения, Иисус давал инструкции Своим ученикам. Луки 24, 46. Напоминаю, что это произошло после воскресения, незадолго до того, как Он покинул этот мир. И сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Обратите внимание, о чем здесь говорится, покаяние, а затем прощение грехов. Но без покаяния нет прощения. Именно это послание нужно было принести сначала в Иерусалим, а потом во все уголки мира. Покаяние, а затем прощение во имя Его. А когда появилась церковь и вышло на всеобщее обозрение в день Пятидесятницы, было излияние Святого Духа, и собралось множество иудеев, желающих знать, что же происходит. И Петр выступил со своей известной проповедью из второй главы Деяний. В конце проповедя они почувствовали обличение и спросили Петра, что им нужно сделать. Это был первый в истории случай, когда грешники спрашивали у церкви, что нам нужно сделать. Давайте прочтем это. Деяние, вторая глава, тридцать седьмой стих. Услушав это, они умилились с сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Я хочу сказать, что если вы когда-либо искренне захотите узнать, что Бог хочет, чтобы вы сделали, и будете готовы сделать это, то Бог никогда не оставит вам никаких сомнений по этому вопросу. Для Него сложность состоит не в том, чтобы сказать вам, чего Он от вас хочет, а в том, чтобы довести вас до того состояния, когда вы хотите это знать и готовы это сделать. И как только эти люди, ощущающие настоящее обличение из-за греха, сказали апостолам, мужи-братья, что нам делать? Петр, как представитель Бога и церкви, дал им четкий и точный ответ. Он сказал, покайтесь. Какой первый шаг? Правильно, да, это покаяние. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Это обетование из трех этапов. Во-первых, покайтесь. Во-вторых, креститесь в воде. И в-третьих, примите Святого Духа. Лично я не верю, что Божья программа когда-либо менялась после этого. Я считаю, что именно этого Бог и ожидает от нас сегодня. Я считаю, что именно это послание церковь должна проповедовать. Покайтесь, креститесь в воде и примите Святого Духа. В тех местах, где это послание проповедуется, происходит точно то же, что и в день Пятидесятницы. Люди каются, крестятся и принимают Святого Духа. Я очень много раз видел, как человек выходил из воды после крещения и исполнялся Святым Духом. Зачем нам разбавлять это послание? У нас нет на это полномочий. В наши полномочия входит лишь провозглашение послания Нового Завета. Покайтесь, креститесь и примите Святого Духа. Когда мы приносим это послание, Бог приносит ответ. Бог не изменился, послание не изменилось, но во многих случаях изменилась сама церковь. Скажу то, что может вас шокировать, но начиная с деяний апостолов и далее. Я не нахожу никого, кто бы заявлял о своем спасении через Иисуса и при этом не крестился бы в воде. Посмотрите, сможете ли вы кого-то найти? Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Какое мы с вами имеем право убирать слова и будет креститься? Спасение — это поверить и креститься, а когда вы сделали это, то стали кандидатом на получение Святого Духа. Это послание церкви, и оно никогда не менялось, по крайней мере, со стороны Бога. Посмотрите на служение апостола Павла, великого апостола для язычников. Согласно деяниям апостолов, вначале Павел был в Афинах, в очень интеллектуальном и идолопоклонническом городе, и в итоге он проповедовал им. Я не думаю, что их очень интересовало то, чем он занимался, но в конце концов они захотели узнать, во что он верил, и он им рассказал. Он закончил свою проповедь в 17 главе Деяний, с 30 стиха и далее, рассказывая обо всем том времени, когда они жили, выдало поклонство и незнание о Боге. Он сказал так, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяцем». Все очень четко и ясно. Ныне Бог повелевает всем людям повсюду покаяцем. Все и везде без исключения. Это Божие универсальное требование ко всему человечеству. Он готов забыть о прошлом, если мы покаемся. И далее говорится, «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Обратите внимание на характерную черту проповеди всех апостолов, которую часто упускают из виду. Иисус не только спаситель, Он также и судья. И Он такой же основательный и эффективный в вынесении приговора, как и в Своем спасении. Если вы не познакомитесь с Ним как со спасителем, то познакомитесь с Ним как судье. Этот момент часто упускается в проповедях. Люди говорят о спасителе, но никогда не упоминают о судье. В действительности, в Своем обращении к Афининам, Павел не упоминал о спасителе, он говорил только о судье. Хочу сказать, что люди жили совсем по-другому бы, если бы знали тот факт, что им придется столкнуться с Иисусом на суде. В современном христианстве столько легкомыслия и разгильдяйства, потому что мы не осознаем тот факт, что Иисус не только спаситель, но и судья. А теперь давайте посмотрите на 20 главу Деяний, где Павел описывает свое служение в Ефесе. Там он видел величайшие плоды своего служения. Он обращается к старейшинам церкви в Ефесе, потому что вскоре собирается покинуть их. Он говорит, что они больше никогда не увидятся, и рассказывает им о своей любви и заботе о них. Это 20 и 21 стихи. Он говорит о своем служении в Ефесе. «Как я не пропустил ничего полезного». Я часто размышлял над этой фразой, «Я ничего не пропустил». Это указывает на то, что иногда нет желания и мотивации проповедовать всю истину, потому что так вы можете лишиться положения в обществе. Если вы служитель какой-то деноминации, вы можете поплатиться местом в деноминации. Если вы популярная в обществе фигура, вы можете поплатиться своей популярностью. Итак, Павел говорит, «Я хорошенько все обдумал, и ничто не помешает мне донести вам все послание. Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Мне это очень нравится. Послание не изменилось. Будь то большое собрание или домашняя группа, послание было одинаковым. Что это было за послание? «Возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Что идет первым? Вера или покаяние? Покаяние. Покаяние перед Богом. «Боже, прости меня, я был грешником, я жил, как хотел». А затем вера в Иисуса. «Иисус, я верю, что Ты занял мое место, Ты умер за меня на кресте, Ты понес мои грехи». Но вы не можете иметь настоящей веры в Иисуса, если до этого у вас не было настоящего покаяния перед Богом. Видите, Новый Завет очень последователен. Я думаю, это то, в чем церковь должна покаяться, потому что мы так часто разбавляли послания, обманывали людей и давали ложные представления о том, что нужно для того, чтобы быть настоящим христианином. Нельзя стать настоящим христианином без покаяния. Без покаяния нет никакой веры. А Библия говорит, что все и везде должны покаяться. «А почему все и везде?» Дам вам ответ от пророка Исаии. Он находится в 53 главе 6 стихе. Вы спросите, «Почему все?» Слушайте. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Видите, это наша проблема. Возможно, мы никого не убивали, не совершали прелюбодеяния, ничего не украли, и, может, даже никогда не лгали, но мы все сделали одну вещь, свернули на свою дорогу. А наш путь – это не Божий путь. Это наша общая проблема, несмотря на нашу религиозную или расовую принадлежность. Каким бы ни был цвет нашей кожи, мы все свернули на свою дорогу. И дальше написано, что Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, «Грехи всех нас». Грехи или беззаконие – это очень сильное слово. Что такое поворот на свою дорогу? Это беззаконие. Это бунт. Это значит ставить себя выше Бога. Именно поэтому Бог требует, чтобы все и везде покаялись, потому что мы все свернули на свою дорогу. Мы все делали то, что нам хотелось. Мы угождали себе и не обращали внимания на Бога. И Бог говорит, «Я приму вас, и я прощу вас благодаря тому, что сделал Иисус». Но вам нужно раскаяться. В этом вся суть в покаянии. Хочу сказать, что покаяние начинается с Бога. Все хорошее начинается с Бога. Мы всегда зависим от Божьей благодати. Без Его благодати и без движения Его Духа мы никогда не можем покаяться. Это хорошо видно из 79-го псалма. Псалом 79-й. Здесь одна и та же фраза повторяется трижды. В том переводе, что есть у меня. Четвертый стих звучит так. «Боже, восстанови нас, да высияет лицо Твое, и спасемся». Но в оригинале вместо «восстанови нас» стоит «верни нас обратно». Иными словами, «приведи нас к покаянию». Эти слова повторяются трижды. Четвертый стих. «Боже, верни нас обратно, мы и спасемся». Восьмой стих. «Боже, верни нас обратно, и мы спасемся». Двадцатый стих. «Боже, верни нас обратно, и мы спасемся». Вы понимаете, что вы не можете покаяться, пока Бог не повернет вас на правильную дорогу. То есть Бог начинает этот процесс возвращения. Именно поэтому этот момент в жизни является таким важным. Если бы мы проигнорировали Его и не повернулись к Нему, то не смогли бы покаяться своими силами. Нам нужно полагаться на Бога, потому что Он инициирует покаяние. Давайте откроем Плач Иеремии, пятую главу, двадцать первый стих. В этой книге Иеремия скорбит над разрушенным Иерусалимом, который постоянно бунтовал против Бога. Плач Иеремии, пять двадцать один. И в этом переводе говорится «обрати нас». Это то же слово, что используется в 79-м салме. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся». «Обрати нас, и мы вернемся». Это очень важная мысль. Вы не можете повернуться к Богу, пока Бог не начнет поворачивать вас. Именно поэтому это очень тонкий момент в жизни каждого человека. У меня в армии был товарищ, и когда я спасся, он был единственным свидетелем этому и знал о переменах в моей жизни. Позже в этой же части я начал вести библейские уроки. Я думал, что нужно с чего-то начинать. Я понятия не имел, как вести библейские уроки и с чего начинать. Я подумал, начну с Нового Завета. С чего обычно начинают? С первой главы. Итак, мы начали с родословной Иисуса и пошли дальше. Мои уроки посещали пятеро моих сослуживцев-солдат. Это происходило в пустыне Северной Африки. Затем этот мой друг, который был хорошим другом, подошел ко мне и сказал, «Прости, дружище, но я больше не буду приходить на твои библейские уроки». Я спросил, «А почему?» И он сказал, «Я знаю, что если я продолжу приходить, то стану новообращенным». Много лет спустя я встретил его в совершенно других обстоятельствах. Он был самым несчастным человеком, которого я знал. Он просил меня помочь ему. Я сделал все, что мог. У меня большой опыт в том, чтобы приводить людей к Господу, но ему я помочь не смог. Я помог его жене, и она спаслась. Я не знаю, как закончилась его жизнь, но для меня это стало большим предупреждением. Вы думаете, что сможете вернуться к Богу, когда захотите? Вы думаете, что можете сказать, «Боже, сейчас я занят, приходи попозже». Нет, так нельзя. Когда он хотел обратиться к Богу, он не смог. Я не говорю, что он упустил свое покаяние, потому что не знаю, как закончилась его жизнь, но для меня это было большим уроком. Ему не подошел тот момент, когда Бог обращался к нему по поводу его спасения. А когда он захотел спасения, Бог не проговорил к нему. Но кто знает, каким был его конец? Библия говорит, что есть лишь одна альтернатива покаянию, и об этом написано в 13 главе Луки. Первые несколько стихов. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». То есть Пилат казнил их, когда они приносили жертвы. Вы думаете, на этом все закончилось? Иисус сказал им на этом. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что там пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Итак, есть только две альтернативы. Покаяться или погибнуть. Это слова самого Иисуса. Как я говорил, покаяние — это путь к вере. Поговорим немного о природе веры и продолжим говорить о ней на следующем собрании. В послании к римлянам, 10 главе, 17 стихе, как я уже неоднократно говорил вам, написано, что вера приходит от слышания, ослышание от Божьего Слова. Это очень важный принцип. Вера в том значении, в котором она используется в Библии, всегда означает веру в Слово Божие. Она может прийти только из одного источника, из Божьего Слова. Она сфокусирована только на одном — на Божьем Слове. На нашем современном языке мы можем сказать, «Я очень сильно верю в своего доктора», или «Я верю в эту политическую силу», «Я верю в эти лекарства» или «В эту диету». «В этих словах нет ничего плохого». Но это не библейское значение веры. Вера в Библии всегда основывается на Слове Божьем. То, что не основывается на Божьем Слове, не является библейской верой. А в Евреям 11 главе находится определение веры. Мне кажется, это единственное слово, которому Библия дает определение. Не припомню никакого другого слова, определение которого есть в Библии. Итак, Евреям 11.1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и твердая уверенность в невидимом». То есть между верой и надеждой есть связь. А я заметил, что у многих людей есть надежда, но они считают ее верой. Вера — это здесь и сейчас. А надежда — это на будущее. Вера — это осуществление, это то, что осуществилось в наших сердцах. И на основании веры мы можем иметь законную надежду на будущее. Но надежда, которая не основана на правильной вере, это всего лишь принятие желаемого за действительное. А настоящая вера — это осуществление в нашем сердце. Это уже здесь и сейчас. Римлянам 10.10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, то спасешься». То есть библейская вера находится не в голове, а в сердце. Павел говорит, «Потому что сердцем веруют ко спасению». В Новом Завете верить — это глагол действия. Это не статичное понятие. Это не значит занять какую-то интеллектуальную позицию. Это что-то в вашем сердце, что приводит вас к чему-то новому. Вера и верить — это глагол действия. С помощью веры мы веруем ко спасению. Вы можете иметь интеллектуальную веру и при этом никогда не изменитесь. Вы можете понять все доктрины в Библии своим интеллектом, но при этом вы останетесь таким, как прежде. Но когда вера исходит из вашего сердца, то она приводит ко спасению. Вера — это настоящее, а надежда — это будущее. Вера в сердце, надежда в разуме. Первое послание к фессалоникийцам. Павел говорит о двух этих понятиях. Он использует очень интересный пример. Первое послание фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. Павел пишет, «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Вы заметили, что здесь идет речь о двух элементах доспехов. Вера — это броня, а что защищает броню? Да, правильно, сердце. А надежда — это шлем. Так что защищает шлем? Конечно же, голову. Вера в сердце, а надежда, она в разуме. Надежда очень важна, потому что истинный христианин должен быть оптимистом. Если вы пессимист, то это опровержение вашей веры. Вот мое определение надежды — это уверенное ожидание хорошего на основании Божьего Слова. И каждый истинный верующий имеет уверенное ожидание хорошего. Поскольку, что бы ни произошло в этой жизни, мы будем с Иисусом Вечным. Если это ваша надежда, то вы можете расстраиваться, можете впадать в депрессию, но вы никогда не сдадитесь, потому что у вас есть надежда, надежда, основанная на вере. Давайте вернемся к 11 главе «Послание к евреям». Прочтем еще кое-что о вере. Замечательная 11 глава. Замечательная глава о вере. Евреям 11 глава, 3 стих. «Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Очень важно понимать, что вера связывает вас с невидимым. Вера не основывается на том, что мы видим. Вера переносит нас из сферы наших ощущений в сферу невидимого. А во 2-м послании Коринфянам, 5-й главе, 7-м стихе, Павел говорит, что мы ходим верой, а не видением. Обратите внимание, какие есть варианты. Если вы можете видеть, то вам не нужно верить. Вам нужно верить лишь тогда, когда вы не видите. Поэтому Павел говорит, мы ходим верой. Мы ходим не тем, что мы видим, а тем, во что мы верим. А у гробницы Лазаря Иисус сказал Марфе, «Разве я не говорил вам, что если будете верить в то, что увидите Славу Божию, то вы ее увидите». Итак, что на первом месте? Верить или видеть? Правильно верить. Многие люди говорят, поверю, когда увижу. Нет, это неправда, потому что когда вы увидите, вам не нужно будет верить. Вам нужно верить, когда вы не можете увидеть. Вы ходите верой, а не видением. Многие люди говорят, «О, если бы я только мог увидеть, я бы поверил». Но это неправда. Тогда вам не нужно было бы верить. Вам нужно верить, когда вы не можете видеть. Выходите верой, а не видимым. Также хочу заметить, что в греческом языке и на иврите вера — это не доктринальный вопрос, это черта характера. В евангельских церквях мы исказили это понятие. Мы говорим о вере, как об умственном понимании определенных доктрин. Но на самом деле вера — это черта характера. На иврите это слово «пимена», а на греческом «пистес». И основное их значение — это верность, преданность, посвящение. Иисус сказал Своим ученикам, «Вы прибыли со мной в напастях моих». Это и есть вера — пребывание с Иисусом. Это личное посвящение кому-то. Вера связывает нас с Иисусом, как с нашим первосвященником, когда мы исповедуем ее. В третьей главе послания к евреям, первом стихе, написано «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Запомните это, потому что это очень, очень важно. Иисус — первосвященник вашего исповедания. Если вы говорите о своей вере, то он ваш первосвященник. А если вы молчите, то он не может быть вашим первосвященником. Поэтому так важно исповедовать свою веру. В четвертой главе послания к евреям написано «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Итак, мы исповедуем, проходим испытания, но держимся твердо. Пока мы держимся твердо, Иисус является нашим первосвященником. Но в десятой главе говорится о следующем шаге. «Имея великого священника над Домом Божьим, будем держаться исповедания упования неуклонно». Заметьте, что мы перешли от веры к надежде. У нас есть надежда, основанная на нашей вере. Мы исповедовали веру, а теперь исповедуем надежду. Здесь написано «неуклонно». Почему написано «неуклонно»? Почему было написано «держитесь твердо»? Причина в том, что многие силы захотят противостоять этому. Мы столкнемся с огромным давлением. Многое будет расстраивать нас и подрывать нашу веру. И это сражение на проверку решительности. Это битва на прочность. С неохотой хочу сказать вам, что ваша вера будет испытана. Неиспытанная вера не представляет никакой ценности в Божьих глазах. Иисус сказал о церкви в Ефесе. «Прошу вас купить мне золото, испытанное огнем». Это и есть настоящая вера, прошедшая испытание. В древности золото, испытанное огнем, стоило много. А неиспытанное огнем не стоило ничего. Неиспытанная вера не имеет никакой ценности в Божьих глазах. В завершении Иакова, 1 глава, 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Хотите быть совершенными? Тогда вам нужно, чтобы ваше терпение возымело совершенное действие. Это испытание, которое вы проходите. Петр писал, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Да благословит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова